привет друзья приветствую всех на своем канале с вами иван значит что решил очередной видосик снять значит залить так ну чё все сегодня значит решил сделать лопатку для жарки мяса или овощей значит прямую я делал уже у меня видео ролики есть я уже заливал потом с изгибом я заливал у меня есть видео обзор я там в самом начале делал ну кому будет интересно ссылочку я оставлю верхнем углу на этот ролик где я показывал как раз два варианта прямую и изогнутую лопатку в чем их разница и специфика но сегодня мне пришла такая нестандартная мысль сделать значит и не прямую и не с изгибом значит в общем вот такую вот лопаточку что-то вот такая фантазия у меня забрела в голову значит это вот я сделал чтобы если чем можно поставить на упор чтобы не соскользнула лопатка ну и там стекал жир но маловероятно значит ручку такую вот сделал значит квадратную углы срезал как видите ну чтобы более-менее было удобно работать значит вот такую подборную лопаточку широкая довольно можно замерить сейчас замерим с вами сколько она у меня получилось а вот значит длина общая у меня получилось 300 это вот отсюда ну и до самого кончика получается 300 значит рабочая часть у нас сейчас посмотрим что у нас получается рабочая часть рабочая часть вот это вот получается у нас 11 значит сантиметров метров рабочие ну и соответственно сейчас ширину посмотрим ширина у нас 6 сантиметров вот это вот ширина 6 сантиметров значит делал я ее у меня была заготовочка прямая значит черная береза ну я предварительно конечно опять же уже и вырезал предварительно обработал на наждачке и ну чтобы не затягивать время и это значит сейчас что остается сейчас значит ее шкурочками пройдусь потому что видите да все равно следы остались а так как сильно оборотистый дерево сухое может быть даже и влага была и прижгло не заметил ну и тем не менее это все убираем а сейчас пройдусь напильником сначала есть у меня вот такой напильничек кстати ребята хороший напильничек попался причем тоже брал до этого и видео снимал резцах тоже зашел и вот приобрел в интертуле вот такой вот напильник но сначала он не что-то подозрение вызвал конечно подозрение тем что когда я его взял он что-то вроде как ничего не снимает я там вожу-вожу а он ничего не снимает оказывается заготовочка сырая просто была и поэтому я не понял принципа но очень хороший вот смотрите грани мелкие у него и здесь причем за . есть со всех сторон удобно когда вот я медальницу делал удобно прям залазишь в пазы и прям напильничка можно сразу с одного ракурса как бы проточить все детали ну соответственно если ты вот это вот учитываешь ширину напильника то он залазит и так и вертикально и горизонтально поэтому сейчас пробегусь значит немножко это но отшкурю ну и посмотрим что после шкурочки у нас получится чё перенаправляю на стол чтобы вам виднее было ну и все сейчас потихонечку пробежаться просто снять подровнять как раз напильником удобно будет хорошая удобная лопатка думаю так что все это вот не знаю наверно надо будет еще здесь вот как и раньше сделать отверстие наверное я сейчас сделаю отверстие еще просверлю чтобы можно было ее вешать как обычно потому что упор как бы есть но мало ли может быть кому-то захочется ее повешать но сейчас пока шлифаем 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 да наверное друзья сейчас я сделаю все-таки отверстия в ней а потом начну обшкуривать сразу сейчас мы отверстие проковыряем в ней побольше сразу так наверное друзья здесь вот не буду в этом месте сверлить чуть возьму наверное вот сюда просверлю потому что видите да тоненькая ну сломается да и незачем наверно вот здесь я и просверлю чуть подальше вот так вот как то вот так получилось у меня отверстие ну ничего сейчас у меня шарошка есть я сразу сниму шарошечка и будет у нас хорошее отверстие вот такая вот шарошка тоже сам сделал на основной работе вот такая вот шарошка хорошо пазы снимать потай выбирать ну что друзья вот значит вот такое отверстие потайчик сразу взял сейчас как раз сразу снимем лишнее от сверла и будет у нас все хорошо вот так вот сейчас еще будем зашкуривать и она снимется все поэтому что берем шкурочки будем шлифовать как раз при шлифовке сейчас вылезет весь рисуночек более-менее вот смотрите уже видите уже вот рисунок появляется начинаю это вот тоже черная береза видите да уже рисунок появляться начинает поэтому когда чем больше шкурок фракции с крупной на мелкую переходишь и чем больше шлифуешь 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 из каждым разом рисунок все вытягивается и она становится красивее 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 можно даже для красоты еще и ручку опять же пройтись сразу наверно так и сделаю пройдусь сразу ее здесь вроде рисунка такого нету пройдусь горелочкой ну и потом буду уже конкретно шлифовать рабочую часть трогать не буду все-таки начну наверное где-то вот отсюда отсюда и саму ручку рабочую часть строгать не буду оставлю белые потому что но многим не нравится я уже говорил во многих видео поэтому обжиг я как бы применяю так по желанию заказчика клиента если желает тогда я уже делаю и все а так я как бы стараясь вот так натуральный цвет оставлять ну просто в данный момент рисунок здесь есть он будет красиво смотреться ручка она что-то я смотрю у нее цвета нету поэтому я наверное немножко все-таки пройдусь горелочкой также как вот разделочные доски я проходила симу ну должно получиться классно поэтому сделаю да и лишнее также древесину защитит лишнюю влагу выведет и спор поры откроет маслу будет проще попасть и пропитать лопатку лопатка не сильно толстая вот так вот как вот вы видите буквально где-то наверное миллиметра три с половиной даже четыре на выходе я побольше взял потому что это все-таки рабочая часть я и пошире ее взял вот эту часть но с конусом переходящим в ручку и как бы это самое потолще взял потому что самое что у ложки что лопатки вот это вот шейка шейка вот здесь вся напруга идет когда ты мешаешь она соответственно куда весь вес и вся сила она приходится вот сюда на рычаг и если тоненькую сделать ее то она сломается поэтому ну что берем шлифуем дальше ну что друзья я сейчас наверно отключусь шлифану все-таки покажу что и как у меня получилось а ну и посмотрим вместе что получится значит сейчас я обожгу ручку сделаю обжиг с обоих сторон потом хорошенько все это шкурочка не пройдусь ну чтобы не занимать вашего времени покажу уже лопатку ну и там дальше поговорим чего кого как получилось а так что смотрим видео встретимся так ну что друзья лопатку значит вот ручку как и говорил все-таки я обжег она и покрасивее потом в результате маслом обработается будет красивенько смотреться рабочую часть я как и обещал не трогал зашлифовал ее прямо до гладкого вот видите да рисуночки появились и здесь значит и вот здесь рисунок вытянул как мог ручку значит а так с обоих сторон шлифану отверстия уже просверлил чтобы можно было непосредственно так вот вешать а это уже вот так вот допустим на кастрюлю поставил ну и там на подложку и чтобы стояла сохла там допустим но как то так значит час что шкурочками я прошелся она у меня он все гладенькая значит сейчас чё предстоит также пропитка пропитая или иным маслом ну и покажу уже оконечный результат этой лопатки какая она у нас будет красивая или некрасивая так что пропитываем и ждем окончательного результата после того как она просохнет ну а я с вами пока прощаюсь пока пока привет друзья снова я значит что делал я лопатку необычную обычно я делал прямые или загнутые лопатки здесь я вот делал вот такую лопаточку вот такую лопатку прошло двое суток вот я ее пропитал видите да вот такая вот она красивая смотрите рисуночек я тут вытянул ручку я обжег ручку я обжег также вот имеет отверстие отверстия делал потому что я уже стал делать можно повешать на крючочек эту я сделал можно поставить на скажем готовите поставили на кастрюльку там или что сюда подложку или полотенчика вафель на постояла там стекло просохла и все и всегда будет радовать вас значит вот такая вот лопаточка вот с таким изгибом ручку большую я не делал вот такая значит удобно что-то переворачивать что-то это даже может быть друзья удобно для тех кто занимается кулинарии вот мешать всякие салаты удобно прям под низ завел и все это вот аккуратно перемешать быстро и удобно лопатка легенькая получилось вот такая вот все пропитала ее полностью все просохла и готова уже к отправке так что залею где-то в соцсетях к вам кому понравится заберут в подарок может там жене или может быть сама хозяйка увидит мою работу и возьмет красивая удобная применение можно массу лопатка получилось у меня широкая хорошая хорошее крепкая так что можно допустим даже и использовать при приготовлении теста может быть и какой-то там каши при варке каши так что вот так ну что друзья вот такая вот у меня в общем получилась работа считаю что красиво во первых красота одно как затеял она получилась это всегда радует когда ты себе что-то нафантазируешь и соответственно делаешь и у тебя получается это ну пускай не с первого раза со второго с третьего но тем не менее приходит душевная радость когда ты ее доделал когда ты ее пропитал когда она ничего не лопнула у тебя все осталось а поэтому очень сильно радует ну что друзья сильно затягивает не буду видео что хотелось сказать ставьте класс пишите комментарии спасибо вам за просмотр и вам не сложно поставить класс или написать комментарий хотя бы там в два в три слова а мне это приятно и сподвигает на снятие новых роликов на делать новые какие-то изделия радовать вас соответственно радовать других кто приобретает у меня мои изделия из дерева присылает отзыв это еще более радостная новость когда приходит в веточку тебе благодарность какая-то ну бывает просто фотки присылает бывает к фоткам еще что-то напишет поэтому это очень сильно радует когда получаешь такие вот комментарии там хорошую в ответочку что вот иван спасибо на фото там или на видео она не так смотрится как в жизни конечно она не будет любая камера пускай даже она будет самая дорогая всю красоту ты не передашь красоту даже если ты передашь а вот тепло своих рук частичку сердца вкладываешь в этом когда делаешь поэтому как бы приятно человеку получить вот такой подарок за символическую конечно цену но тем не менее или допустим кому-то пошел в гости очень хорошие я считаю подарок там подарить на новый год и да на любой праздник можно это подарить так что ладно друзья я уже отклонился опять пошел в философию не буду вас напрягать спасибо вам за просмотр и очень радует что вы стали смотреть мой канал появляется все больше друзей поэтому я очень всем рад спасибо вам за это что остаетесь со мной так что пока пока до новых встреч